Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Бизнес-школа». Я Дмитрий Ханин, профессор предпринимательства Назарбаев Университета. Сегодня мы поговорим о мастерстве переговоров. У нас в гостях бизнес-тренер Светлана Каплина, в прошлом сопредседатель Демократического Союза молодежи Казахстана, руководитель Института корпоративного обучения, а также лицензиат в области риторики и сертифицированный тренер Брайана Трейси. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, Дмитрий! Спасибо за приглашение на вашу передачу. Пожалуйста, нам было очень интересно с вами поговорить о мастерстве переговоров. И вот давайте начнем с риторики и ораторского искусства. Что же это такое и как они могут помочь предпринимателю? Ну, на самом деле, это такая сейчас очень актуальная тема. Сейчас очень активно все обучаются, в том числе предпринимателей ораторскому мастерству. Это искусство речи, это умение убеждать. Это очень важный навык для всех предпринимателей. Почему? Так как приходится выступать перед инвесторами, например, для того, чтобы убедить, что ваша идея рентабельна, интересна. И для того, чтобы получить финансирование, нужно вести переговоры со своими сотрудниками, убедить их тоже, продать им задачу, цель стратегическую. То есть это важный навык для вообще... Партерские отношения тоже, наверное, привлечь партнеров. Да, привлечь партнеров. Это могут переговоры быть с клиентами тоже. Какие-то выступления, проведение собраний, совещаний. То есть этот навык умения убеждать нужен всем, умение донести свою точку зрения, найти нужные аргументы. То есть это риторика, это с древних же греков ведется, это целая наука. Да, это огромная наука, это умение влиять словом на людей. Как убеждать и как побеждать в переговорах, да? Хорошо. А теперь такой вопрос. У нас в бизнесе часто обсуждается такое понятие, как bargaining advantage, то есть преимущество при ведении переговоров. Вот допустим, у вашего собеседника какие-то преимущества, допустим, вы больше заинтересованы в заключении договора с этим бизнесом, чем, может быть, они у вас. У них много других предложений. Вот как такой ситуации все-таки добиться своего? Конечно, нужно исходить из конкретной ситуации. Но на самом деле, прежде всего, нужно готовиться к переговорам, потому что подготовка может как раз помочь вам найти вашу силу в переговорах и ваше преимущество. На шармачка не выйдет, без всякой подготовки. И быть готовым к тому, что вам скажут нет. Это дает силу на переговорах, когда вы готовы услышать нет. Когда вы готовы сказать на переговорах нет, это как раз и сила. Как только вы боитесь сказать нет или боитесь, что вам скажут нет, вы испытываете состояние нужды и перемотивации. А как только вы начинаете испытывать нужду, вами становится еще легче управлять. То есть в какой-то степени, мне кажется, это очень важный момент, такая готовность даже услышать нет и все равно придерживаться каких-то своих установок. Очень часто переговоры начинаются именно после слова нет. Вот когда и начинаются настоящие переговоры. Да, когда и начинаются настоящие переговоры. Понятно. А все остальное, это когда с вами легко соглашаются, это презентация. А когда вам действительно нужно отстаивать свои интересы, при этом сохранять отношения, это уже переговоры. Хотя и говорят, сила соломы ломит, но тем не менее сила это не единственное, и даже преимущество какое-то, допустим, это не единственное, что вы можете внутренне как-то преодолеть эту инерцию и все равно добиться своего путем готовности даже услышать нет. Да, можно. Путем того, чтобы взять себе выгодную роль на переговорах. Есть такое понятие, как ролевая власть. То есть на любых переговорах всегда распределяются роли. Есть там роль правого, роль виноватого. Есть роль одного из многих. Вот пришли вы на переговоры и вас погрузили, вы одна из многих компаний, с кем мы можем сотрудничать. И, конечно, вы начинаете вести себя согласно своей роли. Начинаете предлагать больше, готовы сделать очень много для компании. То есть вы как бы поддаетесь. Да, вы уже согласны с этой своей ролью. Они вас ставят в определенные рамки и вы уже в них остаетесь. Вы с ними смирились и на самом деле получаете невыгодный результат. Уолмарт, конечно, известен этим, тем, что они принимают людей в этих маленьких-маленьких кабинетиках и ведут себя так, как будто они самые-самые главные в мире. Это стальной взгляд. Да, это тоже атмосфера и место проведения переговоров тоже влияет на исход переговоров. То есть когда ведутся с вами переговоры в каком-то душном помещении. Это специально иногда делается. Иногда это может быть манипулятивными приемами, чтобы вас заставить ошибаться, чтобы вы не смогли сосредоточиться и так далее. Давайте побольше еще немножко поговорим на эту тему о манипуляции. Я прочитал в ваших предыдущих интервью, что это очень важный момент в искусстве владения мастерстве переговоров. Вот какие бывают виды манипуляций? На самом деле очень много у нас разных манипуляций. Это в том числе и ролевые манипуляции, как, например, нас погружают в роль виноватых. И как только мы в этой роли, мы начинаем себя вести, то есть как человек виноват и как себя ведет, начинает делать больше, готов пойти на скидки, уступки и так далее. Если вы принимаете эти условия игры. Да. То есть как только... Почему вот так хорошо работает ролевое распределение? Потому что мы, когда нас погружают в роль, мы начинаем вести себя согласно своей роли. Это очень много экспериментов, которые это доказали. Также, ну какие еще могут быть манипуляции? На самом деле в наших реалиях, в то, как ведут наши бизнесмены переговоры, манипуляций очень много. Это угроза, это шантаж. Это, например, угроза разрыва отношений. Угроза репутации. Мы всем расскажем о том, как вы на самом деле работаете. Да, и нужно понимать, что чаще всего это просто угроза. Дальше слов не пойдет. И, ну, соответственно... Понятно. То есть, опять-таки, внутренне надо быть готовыми к разным видам манипулятивного бихеевия, поведения. И как-то внутренне подготовиться к этому и распознать, может быть, этот вид. Один из фундаментальных навыков, который помогает в любом случае, можно не знать ни одного приема ведения переговоров. Но если у вас достаточно психологической силы, то есть внутренняя психологическая сила, вы выстоите любой удар, любого партнера по переговорам. То есть, вы всегда будете заключать хорошие сделки для вас. Ну, эту силу, наверное, тоже можно как бы увеличить. Кто-то рождается с этой силой, да? Да, вот. Вы, наверное, Дмитрий. Нет, я не уверен в этом. Кто-то... Ну, эту силу можно развивать. Нужно лишь... Самое главное, давать тебе... Очень важно после каждых переговоров давать тебе обратную связь. Достиг ли я цели? Что у меня получилось хорошо? Над чем мне предстоит работать? Очень важно давать тебе обратную связь, и тогда и ваша сила психологическая в том числе увеличивается. И, конечно, опыт ведения переговоров. Чем больше вы, на самом деле, каждый день ведете переговоров, на следующие переговоры вы уже выходите более... То есть, определенный рост мастерства идет, да? В связи с этим вопрос о том, что много же сейчас видеороликов имеется в Ютубе, в интернете, о переговорах. Вот в чем преимущество работы с профессиональным тренером? Преимущество в том, что тренер может увидеть ваши шаблоны поведения, ваши речевые шаблоны, может дать вам очень качественную обратную связь. Ведь обратная связь может продвигать и развивать, и в то же время неконструктивная обратная связь, она наоборот тормозит. Поэтому вы с тренером можете составить ваш портрет переговорщика. И нужно понимать, что очень много приемов, разных методов, техник ведения переговоров, которых можно в интернете почитать, посмотреть, книги. Но не все вы сможете применить. Почему? Потому что у нас у каждого есть собственный психотип, стиль поведения. И, допустим, очень мягкий человек, как правило, не может применять жесткие приемы. Но тогда какие ему приемы применять? Это он сможет понять на тренинге. Плюс на тренингах очень много практики. И вы сможете в таких безопасных условиях хорошо потренироваться. И потом на реальных переговорах чувствовать себя более уверенно. Тяжело в учении, легко в бою. Да, совершенно верно. Не, ну я понимаю, мне кажется, это очень интересный момент, что нам трудно самого себя оценить без такого зеркала, который тебе подставляет тренер и потом объясняет, что хорошо, что плохо. Может быть, какие-то приемы лучше у тебя получаются. Да, всегда есть вещи, которые все люди о нас знают, а мы о себе не знаем. Да, есть такие вещи. Мы не хотим отдавать себе отчет, признаваться, но это же есть такое, действительно. То есть я бы, может быть, сравнил такое сравнение с боксерским поединком, когда каждый возвращается в свой угол, и тренер ему советует, что лучше сделать. Вот, смотрите, вот, смотря по результатам боя. Именно так и проходят тренинги. То есть там несколько тем, да, от каждого этапа к следующему участники растут, потому что получают очень хорошие и ценные советы. Или как спарринг-партнер тоже в боксе, когда тренер с тобой тоже занимается боксом и как бы тебе помогает развивать эти умения. Да, можно сказать, что переговоры – это тоже спорт. Это тоже спорт, да? Да, это тоже спорт. Момент спорта имеется сильный, конечно. Да, потому что есть некое соревнование, и нужно готовиться качать свои переговорные мышцы. Мускулы, да. Да, мускулы переговорные. Это тоже развивать. Понятно. А вот вы коснулись этой темы агрессивного поведения. Конечно, вот президент США Дональд Трамп, он и написал об искусстве переговоров, и многократно говорил на эту тему. И он сам известен очень агрессивным поведением в время переговоров. Известно, что он почти всегда выбегает с искаженным лицом с переговоров, а потом возвращается. Вот если ваш собеседник так себя ведет, что вам делать? Стараться не вести переговоры с такими людьми. Это самый… Для начала. Для начала. Самый первый совет. И вообще, в целом, если все-таки с таким переговорщиком столкнулись, дать понять, что вот такое поведение переговорщика никак не повлияет на вас. Потому что чаще всего такой переговорщик, он совершенно сознательно ставит целью вас эмоционально дестабилизировать. Вывести из себя. Вывести из себя. Чтобы, опять-таки, вы принимали неправильные решения, выдали какую-то информацию, стали ошибаться, согласились на его условия побыстрее. Поэтому дать понять, что вот такое поведение на вас никак не влияет. Само это не пройдет. Постараться перевести переговоры в конструктивное русло, может быть, сделать паузу, сказать, так, давайте сначала мы успокоимся, сделаем небольшой перерыв. Так дело не пойдет. Да, так дело не пойдет. Или прям заявить, вы знаете, я понимаю, что сейчас вы пытаетесь мной манипулировать. Дать понять человеку, что вы распознали. То есть в открытую можно все обозначить, озвучить, что вы думаете по этому поводу. То есть и тогда это заставляет человека немножко остановиться. Не работают совершенно стратегии, когда вы начинаете включать в себе такого же агрессивного переговорщика-танка. То есть это начинается война двух танков, да, то есть и потом уже разрушаются полностью все отношения, никакого сотрудничества быть не может. Ну а в целом эта модель, она не очень успешная. Почему? Потому что, как правило, это одноразовые переговоры. Да, то есть трудно формировать отношения долгосрочные, когда так себя ведешь неуважительно по отношению к собеседнику. Да, никаких отношений быть уже потом не может. Либо человек соглашается на сотрудничество, но так, чтобы взять матч-реванш, да, то есть что-то... Это еще с культурой связано. Американцы больше ведут переговоры в таком роде, не все, естественно. Допустим, в Китае совершенно другая традиция, как-то выстраивание отношений в течение долгого времени. Например, японская модель ведения переговоров, там никто не говорит даже друг другу «нет» на переговорах. Вообще «нет» исключено. Даже если это «нет», то вы не услышите «нет». Вы его не услышите. Вам просто выставят условия, которые нереальны для вас выполнить, и вы сами отказываетесь. Но тут другая задача – прочитать собеседника. Если собеседник ничего прямо не говорит, то надо понять, что в действительности они пытаются сказать. Самое главное – быть осознанным в момент ведения переговоров. То есть считывать своего собеседника, понимать, для чего он это говорит. Интерпретация. Ввешивать свое каждое слово. И тоже такой один из фундаментальных навыков в переговорах – это формирование картины мира. Когда мы приходим на переговор, наша задача – понять картину мира нашего партнера по переговорам и сформировать нужную нам картину мира. Потому что часто мы предлагаем решение, а оно где-то за пределами картины мира нашего партнера. Поэтому нам нужно сначала нужную картину мира сформировать, а потом уже накладывать на нее какое-то решение. То есть идет какой-то поиск совпадения, может быть, да? То есть ваша картина мира, его картина мира, ее картина мира, и как это все? Да, конечно, приемов ведения переговоров очень много. Все зависит от того, насколько важны отношения, насколько важны интересы в переговорах. Это могут быть и одноразовые переговоры, и долгосрочное сотрудничество. Но самое главное, чтобы быть осознанным. Ну да, то есть подойти к этому вопросу как-то разумно и пытаться научиться, как лучше взаимодействовать с этим собеседником. Потому что с каждым, наверное, по-другому, по-иному это все разворачивается в зависимости от собеседника. Хорошо, теперь такой вопрос. Не агрессивный, а наоборот. Вот у вас стихоня такой сидит перед вами, и нерешительный человек. И на самом деле то, что вы предлагаете, это в ваших взаимных интересах, а вот они этого не понимают. Вот что делать? Как объяснить? Все-таки пытаться достучаться до этого человека, задавать ему вопросы. Вот это еще один такой очень мощный фактор силы, когда вы задаете вопросы на переговорах. И своими хорошими направляющими вопросами вы можете показать, в чем выгода для таких нерешительных переговорщиков. Но на самом деле нерешительными переговорщиками очень часто манипулируют и навязывают им решения какие-то свои. Но на утро бывает так, что этот переговорщик, они одумываются. Да, вы сегодня все получили по максимуму, завтра этот человек одумался и уже не берет даже трубки. Бывает и такое, что не отвечает на телефон, на звонки. Есть такая категория людей, это называется робкие переговорщики. Для них очень важно выстраивать отношения в переговорах. Для них сложно что-то требовать. Этим людям нужно научиться требовать. Находить свою правоту, развивать психологическую силу. И ставить себе очень важные цели на переговорах. Вы один из руководителей профессиональной фирмы. Отличаются профессиональные фирмы, допустим, фирма, занимающаяся аудиторой искусством. Или бывают юристы и так далее. Вот у вас фирма, которая занимается обучением профессиональным, помогает людям научиться мастерству переговоров. Вот в чем руководство такой фирмы отличается, может быть, от руководства какой-то обычной фирмы? Ну, на самом деле, мы должны сами уметь хорошо проводить переговоры. И, конечно, нас всегда оценивают, как первая встреча, первый разговор по телефону, нас оценивают, как мы умеем достигать своих целей в переговорах, как мы умеем сохранять отношения, насколько мы умеем успешно и эффективно вести переговоры. На самом деле, мы работаем несколько лет уже на рынке. Одно из таких наших конкурентных преимуществ, что нам помогает развиваться, это мы работаем не только в Казахстане, мы еще приглашаем интересных экспертов из-за рубежа для того, чтобы обучать наших предпринимателей важным навыкам, которые помогут им вести на высоком уровне бизнес. То есть, в какой-то мере, вы даже окно в мир, можно сказать, что вы и сами предлагаете такую помощь? Да, мы считаем, что мы все-таки такую миссионерскую роль немножко играем на рынке бизнес-образования в Казахстане, потому что это не так легко, на самом деле, привозить каких-то спикеров. Это требует очень много финансовых вложений, времени. И рынок у нас все-таки не сформирован еще, нет такой активности участвовать в разных тренингах. Она каждый раз растет, но, тем не менее, рынок не такой активный. То есть, в какой-то мере, можно сказать, может быть, у вас своя миссия есть. Это обучение и повышение культуры, может быть, да? Да, научить всех проводить переговоры, потому что это навык, который нужен нам не только в бизнесе, но в бизнесе прежде всего, потому что в бизнесе мы ведем переговоры с поставщиками, с клиентами, с партнерами, очень много. Но и в семье мы также ведем переговоры. Ну, обязательно. Да. Надо же договориться до чего-то. Конечно, да. Умение договариваться – это самый такой базовый навык. И я считаю, что в жизни мы получаем не то, чего заслуживаем, а то, о чем смогли договориться. Ну, я думаю, это хороший очень подход к этому вопросу. Потому что бывают люди, которые стремятся диктовать свои условия. Это не всегда проходит, не всегда самый лучший метод. Да. Теперь, какой у вас собственный профессиональный бренд? Собственный профессиональный бренд? И у вас, и у вашей фирмы, где вы работаете. Вы пытаетесь его как-то осознанно строить? Да, конечно. Мы пытаемся именно строить его как компанию, которая развивает бизнес-образование в Казахстане. Что мы не только хотим зарабатывать деньги, но и мы хотим принести пользу Казахстану, чтобы Казахстан и казахстанские предприниматели смогли вести свой бизнес на очень высоком уровне. То есть, опять-таки, какое-то ощущение миссии есть. Есть ощущение миссии, да. Допустим, мы хотим предложить какие-то услуги, но повысить в целом культуру, мастерство ведения переговоров в стране. Да. Понятно. Хорошо. Теперь такой вопрос. А все-таки какие ошибки? Вот к вам пришел, допустим, новый клиент или старый клиент. Вот какие ошибки допускают часто предприниматели в области ведения переговоров? Когда ведут переговоры не с тем человеком. Например, не ведут длительные переговоры, применяют множество приемов, но оказалось, что человек не принимает решений. Вот ошибка, потеря времени и так далее. Ну, сначала надо понять, кто же принимает решения в этой организации, да? Кто принимает решения? Gatekeepers по-английски, то есть, понятно. Или, например, одно из ошибок, когда у вас нет целей на переговорах. Или когда вы приходите, вы видите только одну цель. Это получить, например, самую низкую цену. Но это очень узко, вы смотрите на эту ситуацию. Очень много целей может быть. И у вашей цели должно быть три уровня. Это ваша идеальная позиция, что вы получите в идеале. То есть, и очень часто идеальную позицию, ее немножко занижают. Ну, то есть, не просят даже много. То есть, довольствуются самым минимумом. Вторая позиция – это реальная, что вы можете реально получить. И третья – это минимальная, это красная черта, ниже которой вам не имеет смысла вести переговоры. То есть, допустим, сотрудник устраивается на работу, минимально он хочет получать там 200 тысяч деньги. Для него реальная позиция – 250, и там максимальная – 300. И тогда он начинает переговоры именно с 300. То есть, важно вот уловить эти, как бы, болевые точки или горячие точки собеседника и понять, что они в действительности хотят. Чего они хотят или чего они добиваются, минимум, максимум. Очень важно. Вот вы правильно говорите про болевые точки, а понять их можно только, если слушать. Очень часто переговорщики считают, что если я пришел в переговоры, значит, я должен говорить, все время говорить. А на самом деле это еще и слушать. Разговор серебро, молчание золота. Известный политик, переговорщик Андрей Андреевич Громыко говорил о том, что молчать и слушать на переговорах – это первое правило. Первый добродетель. Да, первый добродетель. Все, большое спасибо. Беседа, мне кажется, получилась очень интересная. Я Дмитрий Ханин. У нас в гостях была Светлана Каплина. Она мастер по преподаванию риторики, ораторского искусства. Очень-очень интересный человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова